Я Никита Джигурда, народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, лауреат международного поэтического конкурса «Золотое перо Руси», за сборник стихов «Совершенствуя вечность», входящий в золотую серию поэзии, заявляю, что знаю, но, озвучиваю это как версию по известной вам причине, знаю, что Михаилу Ефремову определенная группа силовиков готовила автокатастрофу, как неоднократно уже было с непокорными критиками Кремля и лично Путина. Я знаю главное, Михаил Ефремов невиновен в смерти Сергея Захарова, виновны те, кто в баре за час до аварии, напоминаю, видео стерты, виновны те, кто за час до аварии подмешал ему в алкоголь, сильно действующее снотворное, запекло, подмешал с целью постановочной автокатастрофы, чтобы заткнуть ему рот и не дать выложить в социальные сети новый ролик из сатирического цикла «Гражданин заразный». В новом ролике содержался призыв к законному, подчеркиваю я, к законному площадному протесту против новых поправок в Конституцию Российской Федерации и против обнуления сроков президента России Путина. Теперь о тех, кто это совершил. Среди силовиков есть разные группы влияния. Условно говоря, я разделяю их так. Есть шакалы, есть волки, есть львы, ну и есть, как вы понимаете, смотрители этого крутого зоопарка. Сотворили сие действия, сие постановочные действия, подчеркиваю я, с участием групповки на Садовом кольце перед МИДом, совершили сие действия силовики-шакалы. Напоминаю, отсутствует видео с камер наблюдений последствий ДТП. С общего плана показывают, как произошла авария, но ни одной камеры наблюдения, хотя она ими утыкана, эта площадь перед МИДом, ни одна камера наблюдений почему-то не зафиксировала и нам не показывают видео, как Михаил Ефремов выходит из машины. Как вы понимаете, он должен выйти по официальной версии из водительского места. Не показывают, как групповка, а на самом деле типа люди, находившиеся рядом, перевернули машину с телом Сергея Захарова, а машина, как вы помните, упала на левый бок, и по всем правилам нельзя трогать ни машину, ни пострадавшего, ибо были повреждения у него от железа, вонзившегося ему в тело, и при переворачивании машины, которого нет, на видео была нанесена еще раз опасная травма, которая реально могла послужить причиной смерти. Таким образом, не виновен Михаил Ефремов, ибо никаких доказательств с видеокамер не существует, что он сидел за рулем. Я же знаю, знаю по роду своей статусной профессии. Мне говорят силовики львы то, что произошло на самом деле, но озвучиваю я это как версию. Итак, подсыпав снотворное и дождавшись посадки в машину, или посадив в машину, это отдельная история, мне прислали видео, где видно, как по бульварам до Садового кольца сопровождает полицейская машина, машину Ефремова, и камера нестационарная, не закрепленная, она чуть-чуть сопровождает машину, что говорит о том, что за машиной Ефремова велось наружное наблюдение. И когда он выехал на Садовое кольцо, здесь для внимательных зрителей станет очевидным, что машина джип Михаила Ефремова выехала на встречную полосу, и если бы ехала ровно по прямой, врезалась бы впереди идущую машину или микрик, а не в машину Сергея Захарова. В интернете есть замедленная часть этой съемки, когда видно, как суперпрофессиональным движением выруливается джип Михаила Ефремова сначала, чтобы избежать столкновения с впереди едущей машиной, а потом тормоза включаются, загораются фары задние, и еще выкручивается руль, чтобы джип въехал именно в часть, где сидел водитель Сергей Захаров. Таким образом, я утверждаю, и это моя версия, которая убедит многих, ибо разубедить нас не смогут, что за рулем сидел не Михаил Ефремов, а профессионал, профессионал, который был защищен и притормозил и въехал специально в тот край, где, повторяю, сидел Сергей Захаров. Никто из людей, окруживших место аварии, кроме нескольких свидетелей, которые были у Андрея Малахова, и заявляли, что видели двоих в машине, двоих, но я утверждаю в виде версии, подчеркиваю я, что Михаила посадили на водительское кресло или вообще вынули из заднего сидения, так как групповка состояла из переодетых силовиков шакалов. Мы с вами все видели появление Миши совершенно непонятно откуда взявшегося. нужно проверить еще факт того, что мне прислали информацию, что в бар, из бара Михаил выходил в белой рубашке, а после аварии был в майке, но это уже детали, ибо самое главное, я не боюсь говорить, повторяюсь, я не боюсь смерти, я оккультист, и я знаю свой час ухода, и говорю тем, кто волнуется и предупреждает меня, сочувствуя мне, желая мне удачи, благодаря меня, не бойтесь, со мной у них такие дела не пройдут, ибо шакалы силовики это шакалы, а силовики львы и те, кто наблюдают, это другая категория, которой предстоит еще разбираться в этой, на мой взгляд, ясной, как дважды два-четыре истории, накачанного алкоголем наркотой снотворным Ефремова, подставили, чтобы заткнуть ему рот, и чтобы не вышла программа, которую смотрели миллионы людей, напоминаю вам, 4 мая была программа «Смерть Путина», 7 мая была программа стебная по поводу военного храма с фресками Путина Шойгу, которых потом после протестов пришлось сбивать, как они шутили, киркой, таким образом группа силовиков шакалов, желая заткнуть рот и оппозицией, и всем смелым людям совершила этот подвох видный и видимый и на замедленных кадрах официальной версии, и отсутствующих доказательств по поводу того, что именно Миша Ефремов сидел за рулем. Я общественный защитник, ибо я член Союза кинематографистов России, и Михаил член Союза кинематографистов России под председательством известного вам Никиты Сергеевича Михалкова. И по законам Российской Федерации я имею право быть общественным защитником, что я и делаю, доказывая полную невиновность всенародного любимца, гениального артиста, который попросил прощения, но это прощение не было принято семьей Сергея Захарова, причем не женой и сыном, а братом и гражданской женой, которая на ток-шоу ходит и говорит о том, что они не принимают извинений. Саша Добровинский, бесстыжий Саша Добровинский, нарушивший адвокатскую этику, ибо несколько дней назад он заявил, что знает, как защитить Михаила Ефремова так, что даже условного срока не будет, и тем не менее, говоря о том, что он хочет, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы наказан был Михаил Ефремов, чтобы другим неповадно было, повторяю, где ты был, Саша, когда мальчику шести лет подливали, и судебная экспертиза показывала промилле огромной алкоголя, отец сходил с ума, ты не стал на защиту, ни отца, ни в других ситуациях, это начало твоего конца, Саша Добровинский, ибо ты нарушил адвокатскую этику и превратился в прокурора, ты говорил, что знаешь, я тоже знаю, и я это озвучиваю, и поверьте мне, озвучиваю не все, что я знаю, ибо еще рано озвучивать все. Слава роду, слава великому народу, слава Кавказу, это знак Христа, а это из монастырей греческих, а не каббалистический знак, я вас люблю, secretly we are all gods, тайна мы, боги, все и все. охрана, боги, боги, хор, боги, все